Далее городские новости короткой строкой. О других событиях Воткинска расскажем вам прямо сейчас. Пенсии и другие социальные выплаты в июне жителям Воткинска доставят раньше. График выдачи пенсии изменится в связи с празднованием Дня России. Так, доставка пенсии в городских и районных почтампов, где 11 июня является рабочим днем за 9 и 10 июня, будет осуществляться 9 июня за 11, будет осуществляться 11 июня за 12 и 13 июня, будет осуществляться 13 июня. Доставка пенсии в городские и районные почтампы, где 11 июня является выходным днем за 8 и 9 июня, будет выдаваться 8 июня. Необычный гость пожаловал прошедшие ночью наш город на дороге Воткинска, а именно в центральной части очевидцы встретились с медведем. Два часа ночи на Белинского жители заметили косолапого. Горожане позвонили в экстренные службы. На место выехали сотрудники Росгвардии. Они сопровождали лесного жителя, который прошелся по улицам Школьной Пролетарской. Мишка добежал до улицы Чайковского, где прыгнул в пруд и уплыл в сторону Березовского леса. В понедельник воткинские охотники прочесывали лес, чтобы удостовериться, что дикий зверь ушел за окраин города. Минувшую ночь у Воткинска горело здание автосервиса, которое располагалось на юбилейной. Огнем уничтожено металлокаркасное производственное здание. Производственное оборудование на 1620 квадратных метров. Площадь пожара составила 2260 квадратных метров. Очевидцы сообщают о взрывах, которые раздавались на месте происшествия. Причины возгорания выясняются. Еще больше новостей ищите на портале воткинск.нет. Там каждый день нужная и полезная информация для вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова